Сфера потребительского рынка под ежедневным мониторингом. Сотрудники администрации, полиции и народной дружины округа проверяют, как владельцы малого и среднего бизнеса выполняют распоряжение губернатора о недопущении распространения коронавирусной инфекции. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа. Почему работает шиномонтаж? На этот вопрос сотрудникам полиции отвечают по-разному. Почему вы работаете? Ну как, почему? Мы не работаем, мы директора машины. Независимо от ответа, нарушающим распоряжение губернатора вручают уведомления от администрации округа. А это значит, что сюда еще раз приедет проверка. И в следующий раз физлицо ждет штраф от 15 тысяч рублей, а юридическое – 200 тысяч. Сегодня шиномонтажи, автосервисы и мойки. На этот раз инспекция коснулась сферы, отвечающей за обслуживание автомобилей. Согласно постановлению губернатора, эти организации обязаны приостановить свою работу. Шиномонтажи, автосервисы, магазины автозапчастей, скажем так, в большей степени балуются, мягко скажу, несублюдением данного режима. Каждый, конечно, читает документы так, как ему хочется. Чтобы минимизировать контакты людей, мы мониторим объекты на предметах закрытия. Я хочу подчеркнуть, что это вынужденная мера, это временная приостановка деятельности. Мониторинг показал, что большинство владельцев этого бизнеса приостановили свою работу. Они согласны с постановлением губернатора, не скрывали своего возмущения. Мы бы наехали здесь, 20-30 человек здесь стали. Рейды по выявлению предприятий-нарушителей проводят в Люберецком округе регулярно. Сотрудники администрации, полиции и народной дружины продолжат мониторинг организаций до особого распоряжения. Луизей Газаряна, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.